Добрый вечер! Как всегда, в это время объектив позиции в студии Юрий Борисович. С 10 по 24 февраля в художественной галерее Искусства Слобожанщина стартовала новая персональная выставка художницы, молодой художницы, харьковской художницы Дарьи Вороновой. Сегодня у нас в гостях художница Дарья Воронова и куратор галереи Вера Лагутина. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы всегда привозите к нам удивительных гостей, которые дарят нам незабываемые минуты общения и рассказывают о своем творчестве. Вот вновь вы открываете новый талант. Я так понимаю, что это первая ваша выставка, Дарья, да, наверное? Нет, не совсем. В искусстве Слобожане, в искусстве Слобожане. У нас, конечно, да, у нас первая. Вот. Ну, мы же говорим в этом же формате, говорим. И, собственно говоря, первый мой вопрос будет о том, каким образом вы решили подарить харьковчанам, харьковскому зрителю свое творчество и почему, собственно, выставка называется «Перевоплощение». Мне насобиралось очень большое количество работ, которыми я хотела поделиться, которые хотела, чтобы жители моего города тоже увидели, разделили, возможно, какие-то мои переживания, эмоции. И поэтому я полтора года назад пришла в эту галерею, чтобы забронировать место на выставку. Вера, я даже не знала, что у нас за столько, в такой период времени нужно бронировать место. Даже больше. У нас там... Да, даже Даша еще немножко повезло, да, что не два года я пришла ждать, а всего лишь полтора. И как вот эта полуторагодичная давность встреча произошла? То есть, как всегда, как всегда происходит новое знакомство с новым художником? Тогда, когда Даша пришла, Даша принесла вот свои эскизики, свои блокнотики. Вот так вот я могу, вот так вот я умею, что с этим делать, давайте что-то придумаем. Я говорю, классно, умеешь, супер, надо развиваться. Но тогда еще даже приблизительно не было вот такой игры с масштабом, такой игры вот с цветами, с формами. А что было на тот момент? То есть, был какой-то такой портфолио небольшой, и Вы решили, ну, попробую. Да, оно было совсем небольшое. Было очень много набросков именно в скетчбуках, на каких-то маленьких форматах опять. Но после этого это стало большим символом расти дальше. Появилась намного большая работа, плюс я стала расписывать сетки. Если полтора года для Вас не стали тем, ну, знаком стоп, типа, ну, сколько ждать? Полтора года, я тут уже полная портфолио работы, а мне полтора года придется ждать. Нет, это один из этапов, поэтому я к нему с радостью шла, и как бы даже не задумывалась останавливаться, мне хотелось дальше творить. Расскажите немножко о своем творчестве, то есть о своей манере рисования. В каком формате Вы работаете? Ага, я рисую в основном это черно-белая графика, рисую я на маленьком формате это А5, А4, максимум вообще А6, лайнерами рисую. Да, ну, мне кажется, что Даша рисует вот, что под руку попадется, на то она рисует. Будет эта салфетка, значит, будет салфетка. А потом уже вот это, почему, мне кажется, почему перевоплощение? И можно я отвечу за Дашу, как со стороны, мне кажется, это видно лучше. Потому что, ну, в любом случае, каждая линия, каждая там фактура, текстура, каждая форма, ну, изображенная Дашей, это ее внутренние мысли, это ее внутренние отношения, так или иначе, ну, как у любого художника. Но у Даши это особенно видно, потому что, конечно, ну, безусловно, для каждого человека разное восприятие там, что Даша хочет изобразить, особенно если это сюрреалистичные композиции. Но больше сюрреализм или реализм, то, что я вижу, ну, вполне работа. Давайте я вам покажем. Это одна серия, она более реалистичная. В этой серии очень классно чувствуется эффект присутствия. То есть, вот за счет того, что есть изображение и реальной местности, и изображение, созданное Дашей, то, конечно, такой эффект присутствия сразу же чувствуется классный. И вот даже вот массы, которыми оперирует Даша, вот текстурку, которую он находит, ну, это... Как говорится, лучше один раз увидеть, нежели несколько раз услышать. Поэтому мы предлагаем нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет о том, как рисует Даша и создает свои работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мы много возвращаемся в студию пятипозиций. Дарья, удивительное то, что мы видели сейчас, как рождается искусство. И, насколько мне известно, вы это все рисуете просто маркером. Или это какой-то специальный маркер, который позволяет творить такие чудеса на стене? Нет, это никакой не специальный, не тайный маркер. Все доступно, наверное, каждому. Обычный перманентный маркер, которым мы подчеркиваем на листах бумаги, на любой поверхности. Стена просто покрашенная, зашпаклеванная. Это где было? Это было в Киеве, рабочий офис студии 404 Digital Production. Ребята захотели украсить и оживить свое пространство рабочее. Пригласили меня, где я расписала им 10 метров квадратных. Но у нас есть в студии, как мы могли заметить, когда выходили, дверь расписана маркером тоже. И вроде бы не стираются. А насколько износостойкие ваши картины? Не стираются. Но, если что, их можно еще зафиксировать акриловым бесцветным лаком. Поэтому будет на века. Я думаю, ребята, честно сказать, съедут раньше, чем... Что вы любите рисовать больше всего? Насколько я знаю, что у вас такое отдельное удовольствие, это заброшенное промышленное здание. Откуда вот это вот увлечение таким промышленными объектами? Да, вот, например, я рисовала мельницу. Вы знаете, это в Харькове заброшенное здание с трубой, бывшая мукомольная фабрика. Мне очень нравятся эти объекты. Они меня очень вдохновляют тем, что они показывают нам красоту немного в другом виде. Она не такая вот вся вылизанная, не вся такая заштукатуренная, идеальная. Она живая и даже уже немножко умирающая. И в этом потоке жизни можно найти какие-то свои прелести, подчеркнуть что-то из того, что было раньше в этом здании. Увидеть то, что оно несет нам сейчас. Поэтому это отдельное для меня вдохновение. Собственно, выставка уже началась. Уже харьковчане могут посмотреть на ваши работы. И Вера сказала о том, что за полтора года ваше портфолио увеличилось, сильно масштабировалось на геометрической прогрессии. Что уже смогли увидеть харьковчане? Какие ваши впечатления от первых двух дней выставки? Да, портфолио выросло. В разы, честно сказать, когда я хотела организовывать выставку, не было больше половины этих работ. Они уже зарослись, поэтому захотелось показать все. Ну, здание есть. Что еще есть? Там будет все. Там будут скетчи, которые я рисую прямо на маленьком формате, и потом фотографирую уже на фоне самого объекта. Это одна коллекция. Потом там будет черно-белая графика различной моей иллюстрации. Потом они же будут в цвете, я делаю открытки. Это открытка вашей студии. Спасибо большое. Это ваша работа. Это моя работа, да. Как эта открытка? Это, знаете, напоминаю, из детства. Раньше она в детстве переливалась вот такие из голограммы. Да, немного психоделическая. Менялось изображение. Вот сейчас мы покажем. Поэтому будут психоделические немножко работы. Будут опять серии скетчей. То есть, там будет и наш город, и другие города Украины, и Европы. Так что могут зрители немного попутешествовать на моей выставке. Вот смотрите, я более задержу детально на вашем блокноте. Это у нас, ну, не воробей, или что? Ханарейка. Ханарейка. Это канарейка. То есть, это у нас птицы, птицы, здания. А, люди. Водолазы, да. Водолазы, рыбы. Будет много китов. Где черпаете свое вдохновение, да. У нас на заднем плане, кстати, картина очень интересная. Расскажите о ней. То есть, это кит. Это кит, степанковский кит. Это заказ на стену в детскую комнату. Для одного маленького мальчика. И, на самом деле, это стиль стимпанка. Это вдохновленное паровыми машинами и механизмами. У него внутри вписаны различные механизмы, шестеренки, часы. И немножко его комнаты. Это батарея, которая у него прям там есть. У вас такое вот, я вижу, в работах большое внимание уделяете деталям. Насколько сложно порарисовывать это? И вы, прежде чем приступить к такой работе, вы изучаете, например, то же самое устройство этих машин, которые были там в древности, да? И чтобы это все соответствовало, не просто вы как бы перерисовывали, да? А чтобы понимали, что вы рисуете. Да, по мере роста моего мастерства как художника, я стараюсь изучать эти аспекты тоже. Перерисовываю сначала просто с элементов учусь, там шестеренки, маленькие какие-то болтики, гаечки. Сначала просто кита обычного нарисовать, а потом уже это скомпилировать, соединить. У него, ну, то есть, в принципе, там идет целый механизм, как от механического сердца, переходят по маленьким створочкам на плавники, и, как я представляю, оно должно двигаться. Это механический кит? Ну да, стимпанк – это механические животные, в принципе, да. Просветили, просветили. На выставке и киты есть, и мышки летучие, и одна из работ тоже очень интересная – это огромный полуслон-полуосьминог, который напал на харьковское здание. Вот искусство слабожанщины в галерее находится в дрэш-проме. А дрэш-пром, если вы не знали, могу сказать, знаменит, ну, как раньше, когда я там еще работал, был в офисе, знаменит летучими мышами. Да, кстати говоря, до сих пор там будет, и до сих пор к нам гости иногда залетают. Я хочу сказать. Никогда не видели там, это потрясающая вещь, когда спускаешься вниз по этим большим пролетам, и они же думают, что это скалы какие-то. Да, и с подвала мы как раз же на первом этаже находимся, и иногда из подвала к нам прилетают. И у нас вот как раз для вдохновения вам летучая мышь. Я знаю, что у вас будет конкурс, вы объявляете конкурс? Да, объявляю конкурс в своих соцсетях, разыгрываю картину, собственно, с самой же выставки. И это горбач в прыжке, она напечатана на холсте, 30 на 40, и даю рекламу просто в своем инстаграме, dvoronov, нижнее подчеркивание, арт. Там несложные условия, там буквально подписаться, предложить двум друзьям и ждать окончания выставки. Разыграем картину, уйдет в хорошие руки. Первым я, наверное, это сделаю, потому что уже очень хочется горбуна в прыжке получить. Горбун — это человек, это горбач, кит, кит все-таки, кит. Я еще подумал, что это горбач, что это все-таки под вид китов или вид китов. Но, как всегда, традиционно выставку сопровождают еще различные мастер-классы и работа галереи. Расскажите, Вера, более подробнее. Очень у нас много интересных мероприятий будет. Выставка продлится по 24 февраля, включительно. И под конец выставки мы всегда делаем творческую встречу с авторами, которая состоится 21 числа. Но 13 февраля в 17.00 у нас состоится очередная лекция, которая уже шестая по счету из цикла «Репин. Неизвестный художник», которую ведет доктор искусствоведения Шила Александрович. Все предыдущие лекции можно посмотреть у нас на канале в YouTube Харьковский областной центр культуры и искусства. 15 февраля в 17.00 четвертое занятие из курса мастер-классов по украинскому орнаменту от художника Аллы Руковицыной. 16 февраля в 17.00 лекция из цикла «Символизм священных текстов» от Челковой Натальи Валерьевны. И мы начинаем «Ислам». Это первая лекция по Ислану «Символизм Корана. Сура. Два коровы». 20 февраля в 17.00 встреча с психологом Северной Лариной Владимировной. Цикл «Искусство жить. Тема психологические аспекты здоровья. Гармонизация человеческих отношений». И 21 февраля у нас просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки, посвященного памяти Хворостовского из коллекции «Чайки Эдуарда Григорьевича». Это в 16.00 единственное мероприятие, которое не в 17.00. И 22 февраля с Дашей у нас творческая встреча с элементами мастер-шоу. И можно будет задать все вопросы и пообщаться. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Удачи, Даша, вам, чтобы ваши работы выставлялись не только в искусстве «Слабожанщины», они смогли завоевать сердца многих-многих украинских ценителей искусства, не только украинских, и также самых масштабных успехов. Как вы выросли за полтора года, так вы думаете, что впереди у вас большие успехи. Вера, также спасибо за участие в нашей студии. У нас гостя была Вера Лагутина, куратор галереи «Искусство «Слабожанщина», а также Дарья Гороновна, художница. До свидания, до скорых встреч. Субтитры подогнали Симон.